В последнее время многие жители ДНР сталкиваются с ситуацией, когда сотрудники компании структуры ДТЭК настоятельно утверждают, что производить оплату за электроэнергию в отделениях Центрального Республиканского Банка на счет РП региональная энергопоставляющая компания не следует ни в коем случае. Происходится как при проведении сверки по оплате за электроэнергию в выполнении контрольного съема показателей с электросчетчиков, так и при телефонных разговорах сотрудников районных электросетей с потребителями, а в некоторых населенных пунктах даже в магазинах и предотделениями Центрального Банка. При этом жителям Республики предлагают временно не производить оплату, оплачивать электроэнергию только компаниям структуры ДТЭК, а не региональной энергопоставляющей компании, проводить оплату наличными платежами в РЭСах, проводить оплату при помощи банковских карт через веб-банкинг. Кроме агитации в ход идет шантаж. В частности, звучат угрозы населению, которая оплачивает счета в Республиканском банке, об отключении электроэнергии как должникам с дополнительной оплатой услуг нового подключения, а также заявление, что счета, оплаченные за потребленную электроэнергию в Центральном Республиканском банке, придется оплачивать повторно, причем по украинским тарифам. Министерство угля и энергетики рассматривает подобную практику как попытку дестабилизировать ситуацию на энергетическом секторе республики и напоминает о том, что оплата за потребленную электроэнергию производится только в отделениях Центрального Республиканского банка. Структурные подразделения компании ДТЭК не проходили государственную регистрацию и не получали лицензию на ведение хозяйственной деятельности, связанной с передачей и поставкой электрической энергии на территории ДНР. Поэтому их требования об оплате электроэнергии на счета ДТЭК являются неправомерными. Министерство угля и энергетики уже обратилось в правоохранительные органы с просьбой пресекать распространение ложной информации о порядке оплаты электроэнергии на территории ДНР. Призываем всех жителей республики, ставшими свидетелями подобных ситуаций, сообщать о них по телефону 102, полиция ДНР или плюс 3 8095 197 1186, горячая линия Министерства угля и энергетики ДНР. Продолжение следует...